Она совершенно ненавидела это. Недавно герцогиня Кембриджская побывала на уроке 8 класса по естествознанию в средней школе Ноуэр Хилл, что в северной части Лондона. Во время занятия ученики пересказывали то, что они узнали в рамках программы Оксфордского университета, которая направлена на внедрение ключевых принципов развития детей раннего возраста и неврологии учащихся. Кейт Мидлтон осталась в восторге от знаний ребят. Поклонники королевской семьи, глядя на герцогиню, восхитились ее прекрасным настроением и идеальным внешним видом. Однако, когда юная Кейт сама училась в школе, все было далеко не так радужно. Во время учебы в престижной школе-интернате для девочек Даунхаус в Бергшире, Кейт постоянно была подвержена издевательствам со стороны сверстниц. Красивую девочку все время дразнили за то, что она была слишком идеальной. Школьная подруга герцогини Джессика Хэй в интервью News of the World в 2010 году рассказала, некоторые ученицы ужасно вели себя. Ее дразнили, потому что она была идеальной, хорошо сложенной и милой девочкой. Она совершенно ненавидела это. Еще одна сверстница Мидлтон из Даунхауса, Эмма Сейл, рассказала о сложном для Кейт периоде учебы в школе для девочек в книге королевского эксперта Кэти Никол Кейт «Будущая королева». Все хотели быть лучшими, самыми достойными, самыми красивыми. Я думаю, что Кейт с самого начала страдала из-за того, что на нее оказывали большое давление, говорится в книге. Однако бывший директор школы Сьюзан Камерон сообщает, что не знала о буллинге, которому подверглась Кейт в школе, она вполне могла чувствовать себя как рыба на суше, не на своем месте. Но все это часть нормальной конкуренции подростков, установления иерархии. Ее слова также приведены в книге Кейт «Будущая королева». В 13 лет семья Мидлтонов перевела будущую герцогиню Кембриджскую в колледж Мальборо. После Мальборо Кейт поступила в университет Сент-Эндрюса, где познакомилась с принцем Уильямом, за которого в 2011 году вышла замуж.